Всем привет! Вот и тот обещанный масштабный проект, который я собираюсь сделать. Это баги из PlayerUnknown's Battleground. Когда я сделал объявление по сбору средств на этот проект, кто-то догадался сразу, а кто-то думал, что я буду делать танк, хотя это может быть тоже когда-то и будет. Хочу выразить благодарность всем, кто вынес вклад в создание этого проекта. Имена тех, кто задонатил и может быть еще поддержат, окажутся на корпусе баги, как и обещал. Сразу объясню, что это будет за проект. Так как бюджет ограничен, мне все нужно сделать по дешману. Подвеска и остальные части будут сделаны из БУ-запчастей, а двигатель будет маломощный. Для меня самое главное это рама, а уже какая будет на ней навеска, дело десятое. Так как всегда можно это все поменять и поставить нормальные агрегаты. Но пока еще раз повторюсь, все будет по минимуму. Больше по каждой детали я расскажу в следующих частях, ну а в этой части я расскажу о раме. Хорошо, что в интернете есть 3D модель этой баги, причем она хорошо детализирована, и этот источник мне сильно помог. Также я сделал какие-никакие чертежи. Все размеры подогнал под стандартные колеса, которые легко найти, и их диаметр в среднем вместе с покрышкой всегда 60 сантиметров. Рама будет вариться из 25 трубы, в диаметре она примерно 36 миллиметров. Начал варить раму с нижней части. Хотел сделать кондуктор, но это усложнит производство и потратит лишнее время. Забегая наперед скажу, что все получилось достойно и без него. Тем более это не серийное производство, а штучный экземпляр. Первый этап производства рамы будет происходить на столе. Сначала сделал переднюю часть дна. Напилил боковых трубок и нарезал поперечин. Для лучшей стыковки деталей все торцы будут обрабатываться болгаркой. Перед сваркой нашел на столе середину и провел прямую линию. С ее помощью легче будет подгонять детали, и рама получится ровная, без косяков. Также, чтобы все это работало, на поперечинах тоже нужно найти середину. Раскладывая трубки, совместил все метки и размеры. И тут как раз видно, для чего нужны эти метки. Боковые трубки нужно загнуть на несколько градусов у центральной перемычки. И для этого не нужно иметь сверхточных чертежей с градусами. Просто разрезал и согнул, подгоняя к перемычкам. Все стыки посадил на прихватки. Если сразу все проваривать, каркас поведет. Да и можно допустить ошибку, так что проваривать сразу категорически нельзя. Сдвинул раму по центральной оси, чтобы освободить место для кормы, которая будет иметь небольшую ступеньку от нулевой точки, примерно 5 сантиметров. В качестве ступеньки послужат два бруска, по 25 миллиметров каждый. Сварка деталей производится электродуговой сваркой, с обычными электродами марки MR3. В моем инстаграме можно найти фото этого аппарата. Дальше идет интересная деталь задней части, которая будет сгибаться дедовским методом, без использования трубогиба. Это также ускорит и упростит производство рамы. Через каждые полтора сантиметра сделал пропил, примерно на 60-70% от диаметра трубы. Толщина отрезного круга при этом была 1 миллиметр. Такой загиб делается в два этапа. После первого пропила загибается до упора. Потом снова пилится по старым местам и снова загибается. А после окончательной подгонки все проваривается. Таким способом можно получить практически любой изгиб трубы. На этой детали нужно сделать еще один небольшой загиб к центру. Рога немного повело, но их можно подогнуть, так как все сделано на прихватках. Также эти детали пилил с запасом для дальнейшей стыковки. Основа готова, теперь рама будет расти вверх. У меня нет угломера, но и собственно он мне здесь не пригодился. Все углы сделаны с помощью угольника. В некоторых местах, например как здесь, стыки труб делал по месту, с соблюдением размеров. Сначала пилил одну трубу наискосок, потом по ней другую. По центральным меткам удобно промерять детали, чтобы они при сварке не ушли с заданного положения. Дальнейшая постройка рамы на столе стала неудобна. Я сделал на скорую руку небольшие стойки. Чтобы сделать следующую не менее интересную деталь, нужно приварить к раме две стойки, которые я выравнивал с помощью угольника. На этой детали будет два загиба, которые я также сделаю с помощью пропилов в несколько этапов. После загиба деталь сразу же хорошо подошла к раме. Осталось подрезать под нее стойки, которые изначально сделал с запасом. Задние стойки кабины думал тоже согнуть, просто выпилив сегмент. Но по итогу оказалось проще отрезать и приварить заново в нужном положении. Выровнял две стойки с помощью того же угольника и линейки. Далее перешел к дугам кабины. Согнул трубу и немного ошибся с размером. Пришлось наварить небольшой кусок трубы. Промерил дуги по центрам и приварил к ним перемычки. После этого немного дуги разошлись. Стянул их тросом и приварил еще одну трубу. От низа рамы до стойки кабины идет усиление. Замерил это расстояние уже без чертежа и вварил трубу по месту. Передняя часть рамы, а по совместительству бампер сделана из четырех трубодеталей. С этой частью пришлось попотеть, чтобы все плотно состыковать. И все равно в одном месте получилась дыра, которую я все-таки благополучно смог заварить. Затем взял трубу на размер меньше и сделал из нее ручки для второго пассажира, которые находятся на стойках кабины. Они служат не только ручками, но и придают немного жесткости раме. После этого проварил весь каркас. Осталось приварить еще пару трубок усиления. Но это уже после того, как бага встанет на колеса. После проварки подставил колеса и уже можно судить о будущих габаритах багги. По-моему получилось очень достойно и сильно похоже на каркас рамы из игры. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. На этом видео подходит к концу. Серии с багги будут выходить не подряд, а через одну или две, так как это требует вливаний средств и большого времени. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и поддержку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.